Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаем зимнюю новогоднюю тему и в этом видео сделаем зажимы для волос. Такие цветы по желанию можно также оформить, как резиночки. Для одного зажима нам понадобится атласная лента шириной 5 сантиметров, серебристая парча шириной 2,5 сантиметра, глиттерный фоамиран белого и серебристого цвета, помпончики с люрексом, серебристый декоративный шнур, основа из фетра диаметром 4 сантиметра и зажим. Размер зажима 6 сантиметров. Делать мы будем тройные круглые лепестки канзаши, делать лепестки я буду из ленты шириной 5 сантиметров. Беру ленту и отрезаю отрезки длиной 5,4 и 3 сантиметра. Делаю квадраты, мы получаем три отрезка со стороной 5,4 и 3 сантиметра. Из этих отрезков делаем тройной круглый лепесток канзаши, поочередно складываем все три отрезка ленты. Зажимаем пальчиком посередине и аккуратно складываем поочередно боковые края лент. Складываем все очень ровно и по одной линии. То же самое делаем с другой стороны. Складываем так, чтобы верхние уголки лент были закрытыми. Складываем по середине и сверху подравниваем все края лент. Все они должны лежать по высоте на одном уровне. Немного подравниваем кончик. И скрепляем с помощью зажигалки. После чего на несколько миллиметров подравниваем низ. Аккуратно берем лепесток и также место среза обрабатываем зажигалкой. Пламя зажигалки должно быть параллельно срезу. Наш лепесток готов. Далее мы сделаем 6 острых лепестков канзаши из парчи шириной 2,5 сантиметра. Складываем острый лепесток канзаши. Ничего не подрезаем, скрепляем кончик и обрабатываем зажигалкой низ лепестка. Из сделанных круглых и острых лепестков собираем цветок. На круглые лепесточки клей наносим ближе к основанию. Цветочек склеен, теперь вклеиваем острые лепестки. Края я поджимаю пинцетом, чтобы нигде не было видно стыков. Наш цветочек готов, украшаем серединку. Серединку я буду украшать помпончиками с люрексом. Далее мы делаем вот такие висюльки с помпончиками. Для них мне понадобится серебристый декоративный шнур. Отрезаю небольшой кусочек длиной примерно 10 сантиметров. На кончике завязываю узелок. Вначале по кругу приклеиваю три помпона и один сверху. Если мы делаем два зажима, то сразу же складываем висюльки и смотрим, чтобы они лежали ровно и симметрично на двух зажимах. Только после этого приклеиваем. Украсим работу переливающимися листиками. Их мы будем делать из серебристого и белого глиттерного фоамирана. Отрезаю небольшой кусочек фома и из него вырежу листик. Если у вас не получается вырезать ровно, предварительно сделайте шаблоны из бумаги. По краю листика сделаем вот такие зубчики. Продолжение следует... То же самое делаем с другой стороны. Вырежем по четыре листика из серебристого и белого фома. Подклеиваем листики к цветочку. И заканчиваем оформлять зажим. Складываем основу из фетра и делаем надрезы. Приклеиваем основу к зажиму. и приклеиваем цветочек. Продолжение следует... Продолжение следует... Размер одного зажима примерно 7 на 13 сантиметров. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова